Виталий Матюшин Шестые за историю суверенной Белоруссии выборы президента проходят в стране. Как голосовал Брест и Брещане, за главным электоральным событием страны следили наши корреспонденты. Они строят новые объекты, реставрируют старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения. Их неустанная творческая работа на благо страны и ее граждан дарит людям радость новоселья, делает жизнь комфортнее. Работники строительной отрасли отмечают профессиональный праздник. В Брестском областном онкологическом диспансере установили новый томограф. Венгерский аппарат позволит на ранних стадиях диагностировать не только онкологические, но и эндокринологические, кардиологические и урологические заболевания. Шестые за историю суверенной Белоруссии выборы президента проходят сегодня в стране. На должность главы государства претендуют пять кандидатов. Лидер движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель белорусской социал-демократической партии «Громода» Сергей Черечень, экс-депутат Палаты представителей Анны Конопадская, беспартийная Светлана Тихановская и действующий президент Александр Лукашенко. До конца работы избирательных участков осталось совсем немного времени. А мы расскажем, как голосовал Брест и Брещане. За главным электоральным событием страны, выборами президента Республики Беларусь, следили наши корреспонденты. Быть на участке для голосования первым – один из принципов, которого губернатор региона Анатолий Лис придерживается уже не один год. Традиционно председатель Брестского областного исполнительного комитета приходит ровно к восьми. Проверка документов, получение бюллетеня – все как и положено, согласно законодательству. Несколько минут и важный для области страны выбор губернаторам сделан. Избирательная кампания проходит в установленном законе порядке. Люди активно принимали участие в досрочном голосовании, которое вчера закончилось. Я уверен, что и сегодня абсолютное большинство наших граждан придет на избирательные участки и отдаст свои голоса. У нас активно всегда Брестская область голосовала. И уверен, что сегодня также активно все примут участие. Я голосовал за нашу страну, которая сегодня есть, стабильность, порядок в Брестской области, хорошие результаты, да и в целом в стране. Поэтому я считаю, что каких-то перемен кардинальных сегодня нам не нужно в стране. Мы должны то, что имеем, сохранить, ну и, естественно, приумножать. Всего в Брестской области создано 910 участков для голосования. Они расположены согласно принципу территориальности, чтобы каждый гражданин имел право прийти туда, где ему будет ближе, согласно адресу прописки. Программы кандидатов были озвучены заранее, поэтому у людей есть возможность выбора, за что и за кого голосовать. Каждый из тех, кто пришел сегодня на участки, видит свою страну по-своему, но желает ей только процветания. Богатый мне, какой еще, чтобы развивалась лучше, больше было свободы, больше в должности. На самом деле я еще помню немножко былые времена, потому что я довольно взрослый человек, когда всегда выборы были праздником. И на сегодняшний день все очень, ну не знаю, чинно, приятно. Все люди такие красивые. Ну тоже меня очень встретили хорошо. Я хочу такого же спокойствия на улице для своих детей. Все участки города сегодня открылись ровно в 8 утра. В областном лицее имени Машерова людей с первых минут было достаточно. Многие предпочли не остаться в стороне и воспользовались возможностью сделать свой выбор пораньше, чтобы освободить воскресный день для встреч и общения. Граждане с нашего участка, наверное, очень ответственные. В общем-то, да, у нас на участке проживают очень много, большое количество людей пожилого возраста. И они по традиции, в общем-то, как праздник воспринимают голосование на выборах, выборах президента, особенно ответственное. И поэтому уже достаточно большое количество людей проголосовало в дни досрочного голосования. Ну и сегодня тоже вы видите, что люди идут очень активно на участок. Конечно же, выборы это мероприятие праздничное, а потому на каждой площадке для голосования старались как-то по-своему порадовать людей. На участке номер 27 открылся импровизированный буфет. Говоря о ходе голосования, стоит сказать, что избирателей здесь также было достаточно. Среди них как люди более пожилого возраста, так и молодежь. Я хочу перемен, чтобы все было хорошо, чтобы детям стало лучше жить, в первую очередь нашим, для них. Активная гражданская позиция не имеет возраста. В этом уверен 91-летний избиратель, зарегистрированный на 28-м участке. Анатолий Пулх в своем решении уверен и считает эту политическую кампанию очень важным событием. Считаю нужным этим, да. Вот, вот, прихожу. Я один живу, разрешаю вопросы все сам. Никаких там слухов я не понимаю. Я всю жизнь руководителем был, так что я понимаю все это дело. Участок номер 33 находится в некоторой отдаленности от центральной части города, однако и здесь на протяжении всего дня было достаточно избирателей. Немалый процент здесь проголосовавших досрочно. И уже к 11 часам дня цифры были достаточно большие. Очень много пожилых людей, поэтому выезд на дом нашими сотрудниками, нашими членами участковой избирательной комиссии будет произведен. Поступали звонки с просьбой, конечно, приехать. Поэтому работы хватает членов участковой избирательной комиссии. На данный момент уже проголосовало более 40% предварительно по нашему участку. Довольно-таки активные тут граждане с самого утра. Неожиданно уже мы открывались, в 8 часов стояли люди, что приятно все. За ходом голосования на выборах президента Беларуси в Брестской области следили более 7,5 тысяч национальных наблюдателей. Кроме того, свою оценку деятельности дают и международные эксперты. Судя по этому участку, видно, что здесь организовано все хорошо. И я надеюсь, что мы будем свидетелями очень грамотно, демократично проведенных выборов. В целом, основная задача миссии – это содействие свободным и демократическим выборам на принцип невмешательства в избирательный процесс и политической нейтральности. То, что мы увидели, мы отражаем в своих отчетах и передаем в штаб миссии. Штаб миссии находится в городе Минске, улице Кира, 18, исполнительный комитет. В целом, очередная избирательная кампания выдалась достаточно активной. В Ленинском районе практически с самого утра люди приходили для того, чтобы отдать свой голос. А насколько активная кампания проходит в Московском районе, расскажет Мирослава Коваленко. Ей слово. Да, наша съемочная группа следит за выборами в Московском районе Бреста. Сейчас мы находимся на избирательном участке номер 75, где на момент 10 утра уже проголосовало более 40% избирателей. Здесь наблюдается постоянное движение. Кто-то спешит отдать свой голос за кандидата в президенты Республики Беларусь, а кто-то с улыбкой выходит из кабинки, выполнив свой гражданский долг. Нашу страну, вижу, экономически состоятельную, чтобы наша страна не только привлекалась своим порядком и, скажем, чистотой на дорогах, но и то, что у нас, скажем, уровень жизни был бы повыше. Процветающий, прежде всего, стабильность. Что еще можно сказать? Ну, чтобы мир на небо над головой, чтобы дети наши жили в спокойствии, как говорится. В списках избирательного участка номер 75 в основной день выборов ожидается большое количество граждан, которые будут голосовать впервые. Есть в списках такие люди, которые будут голосовать впервые. Они получают подарок. Это праздничный календарик от Центра избиркома. Люди идут очень активно. У нас присутствуют наблюдатели, присутствуют и все наблюдатели, которые хотели. Мы никого не выдворяли из помещения. Все вот, пожалуйста. Есть пять человек, которые сидят, которые по сообщению Центра избиркома находятся. Есть другие наблюдатели, которые тоже хотели бы наблюдать, а не наблюдают в помещении. Вот у нас стоят. На базе средней школы номер 11 областного центра расположен еще один избирательный участок номер 76. Здесь, как и на всех других участках, за ходом голосования следят наблюдатели. Очень приятно видеть то, что все избиратели приходят с 8 утра, активничают и проводят здесь время вместе с своими детьми. Приходят с своими семьями и маленькие граждане тоже являются сопровождающими своих родителей и отдают голос за будущее страны. Нарушения не выявлены. Все комиссии проходят. Слажена работа. На избирательных участках номер 72 и номер 73, расположенных на базе средней школы номер 1 по улице Колесника, на момент 11 утра проголосовало около 40% избирателей. Выборы проходят согласно избирательному кодексу Республики Беларусь. На данный момент нарушений не наблюдается. Активность избирателей очень большая с самого утра. Избиратели активно достаточно приходят на наши участки. На данный момент уже проголосовало почти 40%. У нас есть избиратели, которые голосуют в первый раз. Они с большим волнением, трепетом. Мы тоже, как комиссия, стараемся поддержать молодых, поприветствовать добрым словом, пожелать всего хорошего. Эти избирательные участки посетили наблюдатели миссии СНГ из России и оценили ход выборов. Если бы в учебниках писать и фотографировать, как должны голосования проходить, на мой взгляд, вполне подобало бы именно то, что мы сегодня увидели на двух участках. Но мы еще посетим минимум 6 участков. У нас в плане где-то около 80 участков посмотреть. Посмотрим еще и там. Но пока вот по двум самые добрые впечатления остались. На избирательном участке номер 74, расположенном на базе Ясли-сада номер 73 города Бреста, также наблюдается ажиотаж. Здесь спешат проголосовать и люди пожилого возраста, и молодежь. Есть даже иногородние избиратели, которые, несмотря на обстоятельства, не упускают возможности сделать свой выбор. Мы приехали из города Лиды в гости на свадьбу к брату. Ну и решили, как граждане Беларуси, проголосовать за свою страну. Проголосовало уже 240 человек, буквально за час 20. То есть мы сейчас подсчет будем ввести, но уже идет 41,2. 41,2% проголосовало. У нас очень активно голосуют наши многодетные семьи, очень активно голосуют ветераны. И я думаю, все очень взволнованы за будущее нашей страны. И каждый гражданин нашей республики, каждый родитель, это все-таки дошкольное учреждение, где родители знают ситуацию, которая у нас. И желают, чтобы наши дети жили мирно, достойно и за нами в будущее. Не отстают по количеству проголосовавших граждан и избирательные участки номер 32 и номер 33 по улице Орловской. Здесь на момент 11.30 утра проголосовало 40 и 45% соответственно. У каждого избирателя свое представление о будущем нашей страны, но объединяет их общая цель – стремление к гармонии и процветанию синекой. Великое и процветающее. А вы всегда ходите на голосование? Обязательно. Почему? Так принято. Отдать свой голос за кандидатов в президенты Республики Беларусь можно будет на избирательных участках нашей страны сегодня до 20.00. Каждый голос важен, ведь мы вместе строим будущее нашей страны. Мирослава Ковренко, Александр Воронин, телекомпания БУК-ТВ. 9 августа знаменательно еще одним важным событием. Свой профессиональный праздник отмечают строители – люди, чей труд мы видим и оцениваем каждый день. Особенно сейчас, когда наш город отметил свое тысячелетие, сколько сил и труда вложено в это многообразие. И как долго люди с благодарностью будут пользоваться этими объектами. В преддверии профессионального праздника мы говорим спасибо всем, кто причастен к нему. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет о важных достижениях в строительной отрасли города и о героях-строителях. Тысячелетний Брест радушно встречает тех, кто только открывает для себя наш пограничный город. За последние несколько лет он качественно прирос, причем как в жителях, так и в новых социальных объектах и жилых кварталах. Генеральным планом города расширение на ближайшее время не предусмотрено. Сегодня курс взят на рациональное использование имеющейся в черте областного центра территории. Об этом рассказал журналистом мэр Александр Рогачук во время открытия движения по новым улицам 5-го юго-западного микрорайона. У нас развитие строительства микрорайона юго-запад 5-й, еще один микрорайон построим, лейтенант Рябцево, и дальше будем уже оптимизироваться в рамках этой территории. Важно, что темпы не теряются, что по жилью мы лидеры в республике среди областных городов, ну и видите, европейские подходы, велодорожки, тротуары, широкие зоны, бульварные зоны. И то, что это не улица в том понимании архитектурном, а микрорайон, лично мне больше нравится. Да, Брест серьезно преобразился и продолжает преображаться. Согласитесь, все объекты, возведенные в рамках тысячелетия, достойно дополнили его архитектурный ансамбль. Но всегда большего внимания и интереса заслуживают те, которые удивляют. О ремонте фонтана на Советской речь велась уже не один год. И когда специалисты про дома смогли реализовать все задуманное, их работа получила бесспорно достойную оценку и у простых горожан, и у коллег-профессионалов. Министерство строительства и архитектуры признало его объектом года. Очень значимо для нас, потому что фонтан, который мы сдавали в прошлом году, это такой, не знаю, наверное, жизненный приз. Таких объектов, именно по красоте, по следу, который ты оставляешь, наверное, не столько много может быть. Вот для меня это очень почетно, что я в числе, я и многие коллеги участвовали в таком строительстве. Очень здорово, приятно вспоминать даже то волнение, когда мы только приступили к услуговочным работам, и то количество людей, наших жителей, которые собирались вокруг, закрытые еще площадки, оно просто поражало. Продом – достаточно молодая компания на рынке строительных услуг Брещены. В этом году предприятию 10 лет. Однако на их счету уже достаточное количество объектов, выполненных с завидным качеством и профессионализмом. Строить быстро все-таки, быстро и недорого. Вот сейчас, наверное, во главе угла все-таки становятся сроки. Хотя и тоже цены никто не отменял. Мы участвуем во многих процедурах переговоров, где-то даем свои предложения, где-то выиграем, где-то не выиграем, но тем не менее идем вперед. В Бресте мы заканчиваем, буквально на днях, заканчиваем задачу объекта реконструкции колледжа бизнеса и права на площади Свободы. Здание Новомеда, где мы участвовали в строительстве. В этом году закончили строительство дома на Махновиче, 120-квартирного жилого дома. Работаем в Кобрине, работаем в Барановичах, работаем в Гродно, работаем в Минском районе. Строим два стадика в Несвеже и в Михановичах. Работаем на двух объектах в Ворше и на четырех объектах в городе Минске. Не могли не отметить организаторы Большой республиканской премии и еще один важный проект, реализация которого еще несколько лет назад казалась фантастической. Речь идет о второй очереди западного обхода. Сегодня представить город без этой дорожной развязки просто невозможно. Автомобильные потоки разведены и теперь в Бресте можно реже наблюдать транспортные коллапсы. Заказчиком объекта выступили представители управления капитального строительства Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства, в чьих руках в преддверии Дня строителя также большой кубок. Начиная этот объект, по сути дела мы даже не рассчитывали на столь высокую награду. Все-таки получить награду из рук заместителя министра и председателя союза строителей, я думаю, это для нас высшая награда. Была хорошая опора и качество получилось, ну, сегодня можно сказать с уверенностью неплохое. Год мы этот объект проэксплуатировали, совместно с ДЭП ведем его сопровождение. Помимо этого еще научное сопровождение вел институт Дорнии. Спасибо, конечно, что министерство оценило наш труд. Сегодня все брестские строители выполняют на высоком профессиональном уровне свою особую миссию. Они застраивают микрорайоны и реконструируют исторические центры, возводят дома и создают целые архитектурные ансамбли, осваивают новые высоты и высотки, технологии и материалы, чтобы строить прочно, красиво и на века. Их работу ценят и уважают люди, а результат радует еще долгие-долгие годы. Кстати, планы на ближайшее время более чем амбициозные. В юго-западном микрорайоне запланировано строительство нового жилого квартала. Комплекс станет достойными воротами при въезде в Брест со стороны Ковельского шоссе. Идея достаточно современная, а проект многофункционален. На верхних этажах домов здесь будут квартиры-студии, предусмотрены террасы и детский сад. Эта процедура проводится для, в данном случае, архитектурно-планировочных концепций при отсутствии планов детальной планировки. Если у нас нет плана детальной планировки, то есть утвержденной градостроительной документацией, а только генеральный план города Бреста, мы должны объект строительства выставлять на процедуру проведения этих общественных обсуждений. Значит, она проводится в части информирования и анализа общественного мнения граждан города. То есть мы собираем их замечания, предложения. После окончания, то есть у нас 3 августа по 27 августа срок проведения, после 27 августа в течение 15 дней мы проводим архитектурно-городостроительный совет, где зачитываем эти замечания и предложения, если они поступали, и принимаем или не принимаем к сведению. С праздником, дорогие строители! Вас поздравляет команда БУК-ТВ. В продолжение темы. Для современных людей в наше век прогресса лифт стал неотъемлемой частью привычного комфорта. Было бы удивительно, если многоэтажные дома, больницы, предприятия, торговые центры не были ими оборудованы. Но мало кто представляет, какая ответственность лежит на плечах специалистов, которые их обслуживают и своевременно заменяют на новые. Мирослава Коваленко пообщалась с работниками предприятия «Брестлифт» и своими глазами увидела, как начинается новая жизнь современного подъемника. Мы сейчас с вами находимся возле одного из домов в микрорайоне «Восток», принадлежащему лично-потребительскому кооперативу, в котором при помощи государства в рамках программы «Безопасный лифт» была осуществлена замена лифтового оборудования, отработавшей нормативный срок службы. Этот дом примечателен тем, что в нем эксплуатировались лифты с самой длительной продолжительностью эксплуатацию. Они были введены в эксплуатацию в 1973 году. То есть нормативный свой срок службы они отработали в уже далеком 1998 году. И таких домов в Бресте, где гарантийный срок службы лифтов закончился уже более 20 лет назад, достаточно. Жильцы каждого с нетерпением ждут новых комфортных подъемников, которые беззвучно и быстро смогут доставить их на нужный этаж. Предприятие «Брестлифт» активно работает в этом направлении. В 2016 году было принято решение о реализации государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», в рамках которой осуществляется подпрограмма «Безопасный лифт». Ее цель – реализация комплексных мер по повышению безопасности при эксплуатации лифтов. Целью выполнения в 2020 году показателей под программой «Безопасный лифт» изначально планировалась замена 177 лифтов, но ввиду ритмичной и слаженной работы между нашей организацией и заказчиками, определенными Брестским, Пинским, Барановичскими горосполкомами по замене лифтов, которая выразилась в своевременном производстве работ и освоением бюджетных средств, выделенных на замену лифтов, эта цифра была увеличена на 63 единицы, то есть в общей сложности до 240 лифтов. За текущий период 2020 года выполнена замена 56% лифтов. Средняя цена лифтового оборудования составляет около 25 тысяч белорусских рублей и приблизительно в такую же сумму заказчику обойдется его установка от разработки проектно-сметной документации до монтажа. Маркой лидером по традиции остается Могилев «Лифт Маш». Сам процесс замены оборудования – процесс довольно трудоемкий и ответственный, говорят специалисты. А первыми результат проделанной работы замечают, конечно, жильцы. Жильцы начали реагировать сразу на третий день, что они уже устали, желательно бы им включить побыстрее лифт. А вообще новым лифтом, конечно, все довольны, потому что будет стоять камера видеофиксации, что защитит лифт хотя бы минимально от вандалов. Ну и тихо ходят, говорят, что чистый, приятный, новый, светлый лифт. Около полутора месяцев требуется для того, чтобы демонтировать старый лифт и установить новый. Но на этом работа специалистов предприятия не заканчивается. Электромеханики всегда на чеку, и по первому требованию жильцов устранить малейшие неполадки в работе новичка приходят на помощь. Начальный период эксплуатации имеет место в случае периодических остановок. Механики устраняют все возникшие неисправности для беспребойной работы лифта. В последнее время участились случаи, когда фирмы-однодневки предлагают свои услуги замены лифтов, представляясь дочерними предприятиями «Брестлифта». Однако после проделанной работы исчезают, а все проблемы с неисправностями нового подъемного механизма ложатся на плечи жильцов. Хотелось бы поблагодарить наших заказчиков, которые сделали выбор в пользу сотрудничества с нашей организацией и одновременно предостеречь их от такого момента, который касается, что во всей деятельности, связанной с лифтами, появились организации-однодневки, которые предлагают вам свои услуги и бьют на то, что цена выполнения работ и оказываемых ими услуг значительно ниже, чем рыночная. По большей части, естественно, эта заниженная цена ничем не обоснована, но и главная задача заключить с вами, с заказчиками договор и затем делать вид осуществления своей деятельности. До конца 2020-го остается чуть менее пяти месяцев. За это время работники Брест-лифта планируют установить более ста новых конструкций, а это значит, что жильцы более чем ста брестских подъездов станут чуть более счастливыми на пути к своим квартирам. Брест – это город необычайной красоты. В любое время года он по-своему привлекателен. Всегда радует глаз жителей и гостей областного центра, чистотой улиц, ухоженными парками и скверами завораживает видами старинных зданий и современных многоэтажек. Работа по облагораживанию города над Бугом не прекращается, а потому с каждым годом областной центр становится только красивее. И все это заслуга работников жилищно-коммунальных служб и неравнодушных горожан, которые трудятся над созданием уютного и привлекательного облика города. Подробнее о тех, кто помогает Бресту расцветать, расскажет Ирина Кузьмич. Дворовые территории на улице Гоголя 1Г имеют ухоженный и красивый вид. И не случайно. Здесь для создания уюта и в будни, и в выходной день трудятся неравнодушные жильцы этого дома. Розы, лилии, хосты, туи, бархатцы и даже кусты смородины. Все это видовое многообразие можно найти во дворе. Правда, так было не всегда. Жильцы делятся, что всего несколько лет назад земля возле домов была совершенно не приспособлена для выращивания на ней цветов или кустарников. Пришлось приложить немало усилий, чтобы обогатить землю и помочь растениям прижиться. Земля была жуткая, конечно. Здесь чего только и бензин, и море всяких веществ, из-за которых, конечно, очень плохо развиваются и деревья, и кустарники. Но все-таки стараемся изо всех чувств, чтобы было красиво, чтобы нам было приятно выходить из дома. Особенно утром, когда солнце начинает всходить, и все это покрывается розовым светом. Вы представляете, какая прелесть? Мы, конечно, не могли заставить рассвет и насладиться красотой, но даже яркие рассказы Надежды Бармаковой впечатлили. Невооруженным глазом видно, что человек искренне любит то, что делает. Таким преданным своему делу оказался и Вячеслав Беляев, председатель товарищества. Он много сделал и делает до сих пор для создания уюта и красоты во дворе. А началось все с хорошего примера. Офисы, что находятся с другой стороны дома, активно обустраивали свои территории. Один из тех офисов, который начинался, вот этот дом здоровья, около которого мы стоим, он сделал небольшую грядочку, но очень красивую и хорошую. Очень много нашлось у нас жильцов, которые, идя мимо, увидели, что что-то есть здесь и решили с той стороны сделать так же красиво. В конечном итоге мы купили за свои деньги самши, туи, елки очень красивые купили, которые посадили. Люди как бы отзывчивые. Ну, есть разные люди. Есть люди, которые считают, что это все излишество, что это мы тратим деньги на пустую. Но в основное масса считает, что это нужное дело для наших детей, для нас. Поэтому стараются наш двор и наш дом сделать одним из лучших в районе. Двор по адресу улицы Фомина 14 тоже не отстает. Правда, здесь инициатива поддерживать красоту и порядок присутствует всего у нескольких человек. Но даже такое небольшое количество не помеха. Дом был сдан в эксплуатацию в 2016 году и за эти пару лет было сделано немало. Можжевельники, самшиты, дикий виноград и многое другое уже украшают двор, и впереди у активистов много планов. В течение трех с половиной лет занимаемся нашим благоустройством, озеленением. Все на начальных этапах инициатива. Я совместно с некоторыми жильцами, там 4-5 человек выходим на субботники, вечерами поливаем, стараемся что-то озеленить. Есть девушка у нас дизайнер, что-то придумает, что-то привносит, что-то пытаемся докупить где-то, что-то кто-то привезет задачу с участка. Вот такими силами мы что-то возводим, озеленяем наш двор. Для того, чтобы сохранить и приумножить красоту города, специалисты проводят мониторинг, в рамках которого отслеживается состояние дворовых территорий. Распоряжением главы администрации при ЖЭСах созданы рабочие группы. Еженедельно рабочие группы проводят рейды по территориям, которые входят в подведомственность ЖЭСа. У нас таких 6 созданных рабочих групп. И совместно с Центром гигиены и эпидемиологии мониторят санитарное состояние, в том числе и дворовых территорий, домов ЖПК, товарищи, собственников. Но главное не контроль со стороны рабочих групп, а искреннее желание людей создавать вокруг себя красоту. И в Бресте таких энтузиастов много. Одними из главных являются специалисты предприятия коммунальных. Они всегда на страже порядка и чистоты улиц, скверов и парков. В нынешнем году было запланировано высадить около 600 тысяч рассады и более 20 тысяч деревьев. И с этой задачей они справились на отлично. Сейчас остается только поддерживать созданную красоту. Работы ведутся на протяжении всего сезона. В весенний и летний период, особенно сейчас, активно ведутся работы по покосу газонов, по устройству газонов на объектах капитального строительства. На данный момент, например, ведутся такие работы в микрорайоне Вычелки-Ямна, а также в микрорайоне Вощенка. На городских территориях производится покос травы. Также осуществляется уход за зелеными насаждениями, в частности, за цветниками ведется прополка, подкормка и полив клумб в нашем городе. Также уход за деревьями осуществляется. Благодаря совместным усилиям как со стороны горожан, так и со стороны специальных служб, Брест признан самым благоустроенным городом в стране по итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов за 2019 год. Лучше Бреста нету места. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». В Брестском областном онкологическом диспансере установили новый однофотонный эмиссионный томограф. Аппарат венгерского производства позволит на ранних стадиях диагностировать не только онкологические заболевания, но и эндокринологические, кардиологические и урологические. Диспансер ждал этот аппарат с 2013 года, когда началась подготовка помещения под инновацию. И только сейчас это оборудование попало в руки наших медиков. Подробнее в материале Мирослава Коваленко. Однофотонный эмиссионный томограф – это поистине чудо современной техники. Подобный аппарат есть только в институте имени Александрова в Минске. И даже туда попасть сложно и дорого. Обследоваться на Брестском томографе будет гораздо проще, говорят специалисты онкодиспансера. Его пропускная способность составит 40-50 человек в сутки. Для граждан нашей страны эта процедура будет абсолютно бесплатной. Хотя сам процесс обследования довольно сложный и трудоемкий. С помощью специального радиофармпрепарата происходит накопление радионуклидов в тканях и органах. В течение времени это исследуется детекторами этого аппарата. И мы получаем картину не только органа, его расположения, но также то, как он функционирует, ведет себя во времени или не функционирует, или с нарушениями функционирует. Сегодня Брестский областной онкологический диспансер оснащен всей необходимой современной диагностической аппаратурой. Два аппарата компьютерной томографии и один магнитно-резонансный томограф. Новый же аппарат позволит расширить возможности обследований и назначить более точное лечение. Этот аппарат – это аппарат, ну скажем так, абсолютно нового уровня. И мы можем полностью сказать, что он соответствует, ну, республиканскому, наверное, уровню. И не в каждой области такой аппарат есть. Поэтому эта задача была продиктована тем, что мы должны ставить перед собой задачу, и мы ставим ее более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь, в том числе и в онкологии. А мы знаем, что, к сожалению, конечно, онкологические заболевания, они одни из самых распространенных. И поэтому задача и власти, задача нашего государства – не на словах, а на деле оказывать помощь нашим гражданам. Вот этот аппарат – подтверждение тому, что мы в этом направлении движемся. Стоимость эмиссионного томографа вместе со строительством обошлось в 1 миллион 970 тысяч рублей. Половина суммы – оборудование вместе с аппаратом. Вторая половина – проектно-сметная документация и строительные работы. Но стоимость новинки несравнима с той помощью, которую он сможет оказать пациентам. Ведь статистика онкобольных неутешительна во всем мире. Наша область – не исключение. На сегодняшний день больше 42 тысяч 700 человек в области находятся на диспансерном онкологическом учете. Аппарат будет обслуживать не только жителей Бреста, Брестского района, но также жителей других регионов, Пинска, Барановичей. Работать будет две смены, пропуская, способны порядка 40-50 человек в сутки. Необходимость такого аппарата на Барановичский регион не имеет смысла большого. Потому что финансово – это достаточно дорогое удовольствие. И иметь такой аппарат на области, я считаю, его достаточно вполне для того, чтобы охватить нуждающихся пациентов в данном виде обследования. Этот аппарат нужен прежде всего для диагностики и уточнения диагноза. Потому что на сегодняшний день назначить лечение необходимо провести массу обследований. В том числе вот такое обследование, оно сопряжено с тем, что возможно будет то или иное лечение подобрано более правильно. В этом году обновление технической базы учреждений здравоохранения ожидается не только в Бресте. До конца этого года планируется оснащение Кобринской, Столинской и Березовской районных больниц новыми современными компьютерными томографами. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Facebook и Instagram, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Я Виталий Матюшин, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова